Здравствуйте! Сегодня у нас очередная новогодняя идея. Каждый год мы пытаемся придумать что-то новенькое. В этот раз вот такое панно-елочка и снежинки на ней. Начнем со снежинок. Как обычно, я экспериментировала с бумагой, с цветом, с качеством трубочек. И вот представляю вам результаты своих экспериментов. Эти снежинки сплетены для панно, но, тем не менее, каждая из них может быть самодостаточной, если ее повесить на... закрепить на веревочке и можно вешать на елку. Из пяти трубочек получается вот такая быстрая и довольно декоративная снежинка. Итак, снежинки свои я делаю для панно, поэтому трубочки у меня совсем-совсем тоненькие. Я их делала из очень тонкой, почти папиросной бумаги. Я об этой бумаге уже рассказывала, я из нее плела цветы. Но, посмотрите, из газетной бумаги, это вот из газет, получаются снежинки точно такие же. Чуть-чуть толще, но, тем не менее, если это на обычную елку игрушка, то очень даже неплохо. Ну, начнем вот с этой вот тоненькой снежинки и с тоненькой бумаги. Итак, я три трубочки разрезала пополам. И здесь пробовала по-разному, пробовала скреплять самой трубочкой, но больше всего мне понравилась ниткой, обычной белой ниткой, учитывая, что потом мы будем еще эти трубочки обрабатывать ну, или серебряной, может быть, краской, или лаком, то если серебряной краской, то нитка сразу у нас закрасится. Ну, даже если просто лаком, на белых трубочках белая нитка совершенно не выделяется. Так, закрепили, лишнюю ниточку обрезали. Есть. Вот получилось вот такое. Это снежинка родом из соломоплетения. Меня очень привлекает соломка. Оттуда черпаю много разных идей. Пробовала и более сложные снежинки плести, но остановилась вот на этой простой. Так, здесь у меня трубочки увлажненные. Я их обработала лаком с водой, добавила все-таки немножко белой краски. Здесь, чтобы не наращивать по ходу работы, я сразу делаю наращивание. То есть вот здесь у меня три трубочки и еще две рабочие. Я капаю немножко клея полимерного. Так, наращиваю. Все. Получилась такая рабочая трубочка. Собираю в петельку. Тоже пробовала разные варианты и без петельки в том числе, чтобы было менее заметным наращивание. Но остановилась все-таки на петельке. Нам потом снежинку закреплять будет удобнее, когда есть петелька. Все. Обычная веревочка. Так, это мастера, которые глянули сразу на снежинку, сразу увидели. Для них этот мастер-класс, в общем-то, и не нужен. А для тех, кто учится. Так, у нас всего, получается, 12 будет лучиков. Поэтому смотрим ориентир половинка. Раз, два, чтобы ровная получилась снежинка. Более-менее равномерно распределить наши лучики. Раз, два, три, четыре, пять. Вот на шестой у меня должен получиться полукруг. Так и распределяю приблизительно. Раз, два. Стойки желательно, чтобы были сухие, понятно. А рабочие трубочки увлажненные. То есть тут ничего, никакой Америки мы не открываем. Все как в обычном плетении. Все, дошли до последнего лучика. Выровняли. И здесь я, чтобы закрепить ее, я продеваю вот сюда. В петелечку нашу. В петелечку продеваем. И вот эту вторую трубочку, вот так вот, раз, примеряю ее, вырезаю и заправляю под лучик. Подклеиваю, заправляю. И прихватываю прищепочкой. Здесь тоже обрезаем. В петелечку мы закрепили, капнули, клеим тоже сюда. Так. Выровняли. И прищепочкой переходим. Еще раз проверяем, если где-то что-то у нас тут плохо заправилось. Помогаем спицей. Подправляем. Таким образом. Все. Вот такая снежинка. Теперь я обрезаю, ну, для себя просто, чтобы снежинки были декоративные. Одну делаю, один лучик короче, другой длиннее. Один короче, другой длиннее. Их можно сделать разными. У снежинок обычно такие причудливые узоры. Не всегда симметричные. Поэтому тут уже ваша фантазия. Пускай пересыхает еще. Так, здесь коротенький. Здесь коротенький. Здесь подлиннее. Вот. Сколько минут ушло. Совсем чуть-чуть. И всего лишь пять трубочек. Теперь лаком можно из другого цвета трубочек сделать эти снежинки. И запатинировать, припорошить их слегка снежком. Можно сделать золотыми, серебряными. То есть красненькими. Как вам больше понравится.